пост как переводится хуране слова саум саум переводится сдерживать себя сдерживать себя сдерживать себя это до или после греха да в смысле чтобы не допустить не совершить грех а после это чтобы очиститься от греха вот суре мужа деле 58 8 сура там приказано саум для мужей которые сделали захар по отношению к своим женам захар это то же самое что развод но официального развода нету они не живут как супруги но даже и в то же время не дает не не отпускаете и вот этот захар это было у арабов такое вид пытки над женщиной если кто вот так вот это это джагилийские если кто-то совершил вот это то для его исправление как воспитательное мероприятие ему дается срок 60 там не говорится 60 еще крайне два месяца саум то есть вот ни с кем не общается полностью замыкается на себя на на свой внутренний мир и как в тюрьме постоянно думает анализирует почему я вот так вот совершил то есть после этого срока у него цель чтобы у него вот это не повторилось и то же самое когда люди будучи хором нарушают требования хаджа и убивают там животных а это запрещено это после греха до греха то есть чтобы не допустить греха это это время урожая когда у тебя ты работал весь сезон и у меня уже урожай чтобы не допустить греха связано с этим урожаем надо минимизировать свои потребности и первому и в первую очередь надо отдать нуждающимся их долю как ты как ты измеришь их долю и свой 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 свои нужды а там четко все можно вычислить сколько нужно для посева на следующий сезон это один пункт и второй пункт сколько нужно тебе на год тебе и для твоей семье это второй пункт и все остальное отдать нуждающимся это приказ был для дали израиль бани израиль жили не не как сейчас там в израиле например там пять или шесть миллионов и люди не знают друг друга а там эти 12 колен израилевых они все друг друга знали жили компактно и когда был сезон урожая они собирались на несколько дней а я мама дудат вот это на несколько дней максимум там 10 дней сейчас хага сукот не 10 дней даже 7 8 дней и вот этот процесс уже заканчивается все раздают сейчас не знаю как это происходит тогда все за это дни успевали раздать вот это все празднество как бы фестиваль на это для чего для того чтобы не допустить чтобы кто-то богател а кто-то еще дальше нуждался чтобы раз разрыв между богатыми бедными держать минимуме сура юсуф от начала до конца центральная идея это сау когда ему аллах обид дал знать что он будет пророком он сообщает это отцу яху алейсалам отец говорит ему братьям не не смей сообщать это вот тогда начинается у него соум материальная сторона соум это то что он будучи уже на вершинах власти собирал семь лет излишек то есть потребительский минимум они соблюдали сохраняли до конца седьмого года потому что потом начинается семь лет голода вот так он спас не только народ египетский но и все ближнележащие и в том числе семеро яху алейсалам это материальная часть а а духовное нематериальные соум это то что он не говорил то что он пророк не своим братьям ближайшим братьям ни тем более в египте который вообще никто для него не братья не не родственники даже будучи в зиндане он долгое время не говорил за корей алейсалам когда аллах дал ему весть о яхе алейсалам мария когда родила иисуса очень высока вероятность попасть под фитнум особенно в случае с мария вот тогда аллах говорит ни с кем не говори если кто то будет что как то скажи я у меня сегодня салм я не буду ни с кем говорить и у закарея тоже он долго просил аллаха и аллах дал ему яхе от радости чтобы что то кому то что то сообщить и вывести все из под плана три дня никому ничего не говорить вот это все салм объединить если главную формуну если вывести чтобы не допустить греха минимизировать свои контакты с другими людьми свое потребление когда у тебя урожай и и даже в продолжение вот этого а это в суре бахара про салм шахр рамадан там говорится ва ля джидаль ва ля фусук ва ля рафас вот эти три вещи запрещены но по ночам рафас разрешен становится понятно вот эти две остальные и до и ночью тоже не 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 разрешены ну вау мы мы любим вау мы